да марк здравствуйте рад приветствовать вот много событий которые хотели бы с вами обсудить давайте начнем с грузии возвращение михаила саакашвили на родину было с одной стороны ожидаемый с другой стороны все-таки неожиданным потому что саакашвили обещал но не возвращался на ваш взгляд как это можно прокомментировать было ли это все-таки ошибочным решением как вы считаете да вы знаете рано судить о том насколько оно было ошибочным рискованным точно было дело в том что саакашвили не раз анонсировал свое возвращение и в этом смысле ну как бы он сдержал слово почему он не возвращался раньше или вернулся именно теперь но об этом можно гадать потому что он принимал решение самостоятельно советуюсь возможно с кем-то в грузии из числа своих сторонников точно уже можно сказать он на выбор повлиял существенно несущественно сейчас не возьмусь судить для этого должны быть эксперты вот конкретно по политической ситуации внутри грузии но точно повлиял и возможно расчет был именно и на это я допускаю что он знает что-то чего не знаем мы еще пока ну например отношения его с рядом западных влиятельных политиков которые возможно ему какие-то гарантии далее все-таки грузия это не россия и там несколько другая ситуация принципиально грузии сильно зависит от вашингтона и от брюсселя будем говорить так там выражены прямые намерения евроинтеграции евроатлантической интеграции и согласитесь на эти чаще весов саакашвили точно не перевесит то есть саакашвили скорее отпустят получив какие-то дополнительные заверения о том что у них все будет хорошо в смысле этих вопросов нежели значит упрутся и будут шесть лет держать у себя саакашвили я бы сказал чего недооценил саакашвили вот я бы сказал недооценивает влияние москвы на этот вопрос в разном совершенно отношении то есть не только в том что москва может но закусить у дела как у нас говорят и не пожалеть ни денег ни силам не возможности спецслужб для того чтобы он из этой тюрьмы не вышел живым или мертвым неважно это с одной стороны а с другой ну вот все таки насколько самостоятельно грузинское руководство в этом смысле в принятии же именно в отношении такого человека как саакашвили и кстати реакция пропагандистов кремлевских она уже об этом свидетельствует они уже таскать упиваются программу вот это как она скобеева своим мужем и так далее то есть они да они ждут ждут его чуть ли не смерти этого саакашвили и даже передачи в россию чтобы судить его за события 2008 года но это предлог вот разумеется такого не произойдет но но проблема заключается в том что это так или иначе прямо или косвенно уж кому как по вкусу означает что для москвы это вопрос является принципиально важным чтобы саакашвили смести с доски так сказать на всем пространстве бывшего ср потому что он действует экстратерриториально его же не скажет он только грузинский политик но уж по меньшей мере он еще и украинский политик гражданин уже украины не говоря уже о более широком понимании его роли и на кавказе кстати тоже и так далее то есть я бы сказал что москва борется с ним не просто как с реликтом политической эпохи нулевых годов а как с действующим таким экспортером цветных революций я бы так сказал что они его воспринимают очень серьезно может быть преувеличено но серьезно а можно ли сравнивать его история с историей алексея навального потому что оба вернулись оба возвращаясь понимали что могут сесть в тюрьму вот насколько эти параллели уместно как считать ну я считаю уместны общую же не уместно но во первых саакашвили как повторил опыт навального потому что навальный как бы первым это вот сделал особенно это в этом году же происходит все но вот в течение каких-то количеств месяцев поэтому местно сравнивать безусловно если вы посмотрите интервью саакашвили вот я с ним принимал участие в одном из последних эфирах он упоминал навального он говорил в этом эфире это было на канале 1 плюс 1 право на владу такая программа вот и он говорил о том что собирается вернуться и ссылался на навального он сам считал что он повторит политическую судьбу вот алексея навального смысле возвращение на родину поэтому я думаю что параллелизм здесь уместен другое дело что конечно они фигуры разные безусловно саакашвили это большой политик он был президентом целой стороны пусть и не в таком масштабе как россия то есть у него есть опыт государственного управления алексей навальный это такой политик революционер но несомненно пытается сломать систему а саакашвили это удалось надо сказать пусть и не до конца поскольку ну он все-таки потерял власть и партия потерял власть но все-таки он сломал систему а навальному дай бог это еще только предстоит и в этом смысле конечно их судьбы не сопоставим потому что но опыт государственного управления даже масштабе такой страны как грузия это уникальная способность о которой можно судить у саакашвили это удалось в случае те реформы которые он затеял он их осуществил там последствия это уже можно дискутировать так сказать что в нынешней грузии осталось от наследства михаила саакашвили а навальный как бы свою судьбу еще так сказать проживает еще неизвестно чем все кончится ему так предстоит эти реформы осуществить если даст ему бог он вернется из тюрьмы и даже сумеет ворваться в русскую политику сломав он может в нее ворваться кстати только сломав эту систему же он должен сам один что называется победить удастся ему это или нет но бог знает история вещь непредсказуемая давайте перенесемся в беларусь там тоже развиваются события история со стрельбой когда в результате столкновения сотрудников кгб и 31 летнего айтишника погибли оба вот что думаете об этой истории и о реакции на нее как могли бы вы знаете но сейчас уже на какой-то дистанции с момента вот этих событий я могу сказать что ведь она в каком-то смысле имеет закономерность потому что конечно ее интерпретирует каждый из сторон как ей выгодно потому что но разумеется для официальной власти для вот этого карательного режима лукашенко он безусловно террорист там убийца и так далее для оппозиции для людей которые живут под гнетом режима лукашенко но он несомненный герой просто воплощение героизма молодого человека который ну собственно что он уже не какой-то инсургент вы понимаете обычный айтишник жена ребенок работал в компании епам какая-то компания даже там большая видимо компания ходил на работу занимался спортом ничего такого чтобы вот расценить его поступок как заранее продуманный какой-то он в подпольную работу вел мы не знаем всех деталей почему они вообще без решения судов циркуляркой сверлили двери и так далее то есть это уже второй вопрос сейчас о процессуальной стороне никто и не думает на каком основании они вообще к нему врывались то как изначально было опубликовано отработка адреса ну то есть понятно что такое отработка адреса гестапси врываются так сказать дом любого человека и значит делать с ним все что хотят а что хотят мы видели чем кончается пребывание в окрестина женщина насилуют молодых людей избивают унижают вставляет дубинки в задницу вы меня извините а он так расценивал попытку расправиться с ним он не мог по-другому потому что это достоверная информация это так все и есть и поэтому он ответил как мог ответить человек который не собирается подвергать его такому унижению я это расцениваю так при том что повторяя он же несмотря на этот пост в инстаграме с призывами еще в августе прошлого года в момент вот этих резких событий которые были после выборов которые случились в беларуси в минске других городах он писал революционный абсолютно пост конечно с призывом обращен к соотечественнику выступить против режима лукашенко но все равно он не выглядел как вот такой последовательный оппозиционер долгие годы занимающийся этой детьми ну и в общем то человек молодой 31 год что это но он только там не так давно закончил учебное заведение обзавелся семьей жил в минске и так далее то есть но в общем он он не выглядел как человек который собирался умирать понимаете это очень важно до минуты пока он не взял вот эту вертикалку он не собирался возможно умирать он собирался жить понимаете но он хотел жить совсем другой стране быть свободным и так далее я думаю что закономерность заключается в том что чем сильнее режим будет давить на белорус еще раз подчеркну что у него тоже ограничены возможности этого режима с точки зрения давления только они будут вызывать тысячи подобных поступков со стороны людей которые решат не быть униженными в каком-нибудь окрестном кстати жена его вот этого значит айтишника зельцера она находится в окрестном могу себе представить как сейчас там допрашивают так вот будут множиться такие люди потому что это время одиночек вот если невозможно выступить корпоративно коллективно каким-то общим действием чтобы имел место в августе прошлого года ну значит будут такие индивидуальные проявления я безусловно симпатизирую зельцеру я считаю что он защищал себя я не видел чтобы он совершал каких-то терактов и так далее нам не все ведь показали эту видеозапись разместил само КГБ Беларуси мы приветствуем зрителей грэма наша команда ежедневно работает для вас и благодаря вам в ваших силах помочь нам оставаться эксклюзивными и оперативными да оформляйте спонсорство на канал ход двух евро в месяц найти просто заходите на канал игре ну грэм в ю тубе есть соответствующая графа кликайте и подписывайтесь без вас мы не справимся вместе с вами делаем много мне кажется и все только начинается